Рига продолжает зарастать травой, а Рижане продолжают задавать вопросы. Что это? Природные луга в столице и новая зеленая политика или обычная бесхозяйственность? В редакцию Руслсм обратились жители домов вблизи Кенгаракского променада. Тут на берегу Даугавы трава уже почти в человеческий рост. Данил Смирнов выяснил, что в этом году ее не косили ни разу. Покосят ли? Это популярное у Рижан место на Кенгаракском променаде. Здесь установлены скамейки с шахматными досками. Здесь же прекрасный вид на реку. А раньше, по словам местной жительницы Любови Паршиковой, можно было запросто подойти к реке, погулять с собачкой, а детям покидать камушки в воду. Сейчас же все заросло. Было отправлено письмо перед лига как раз, что люди обычно приходят на берег реки отпраздновать праздник. И большая просьба покосить, чтобы люди могли выйти к берегу. К сожалению, ответа до сих пор не получено. По правилам самой Рижской думы, на территории незастроенной недвижимой собственности необходимо косить траву по крайней мере два раза в год. Один раз до 30 июня и второй раз до 15 сентября. На дворе у нас уже 5 июля, а трава здесь высотой примерно метр 25-метр 40. Не способствует ли вот такое состояние берега дополнительному заболачиванию нашей главной артерии города и ухудшению качества воды? В Рижской думе ответили, что данный участок был передан компании Ригас Мэжи. И она отвечает за его благоустройство. От Ригас Мэжи мы получили письменный ответ. На прошлой неделе начато скашивание травы на склоне и в нижней части набережной Кенгаракса у Даугавы. Работа идет не так гладко, потому что место наклонное и работать трактором в таком месте сложно. Одновременно производится и обрезка травы триммером, но она медленнее, чем кошение трактором. Следует отметить, что Кенгаракский променад – это территория, переданная компанией Ригас Мэжи только в начале этого года. Поэтому компания косит здесь траву только первый сезон. Нам необходимо приспосабливаться к специфике места, особенно склона, поскольку работа в таком месте также требует специфического оборудования, которое не всегда легко доступно. В любом случае работы продвигаются. Также следует сказать, что весна была дождливой, в результате чего трава довольно сильно разрослась. Кроме этого, Кенгаракский променад – это, по сути, защитная дамба, на которой установлены бетонные плиты. Среди них во многих местах уже пророс кустарник и деревья. Рус-ЛСМ поинтересовался в столичном самоуправлении, может ли на защитном сооружении произвольно расти кустарник и деревья, не разрушает ли это дамбу. Сегодня ответы на эти вопросы нам дать не смогли. Данил Смирнов, Андрис Предвитис, Рус-ЛСМ 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 Продолжение следует...